Всем нашим землякам, сражавшимся на фронте, труженикам тыла, ковавшим победу, мы преклоняемся перед великим поколением победителей и всегда будем равняться на ваше мужество и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления и ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы все вместе. День Победы в Челябинске традиционно начался с торжественного возложения цветов и венков к вечному огню. Утром 9 мая около главного мемориала Челябинска собрались сотни человек. Среди них первые лица региона и города, руководители силовых структур, депутаты. Это самый главный праздник для каждой российской семьи. Мы вспоминаем своих героев, тех, кто пал на полях сражений, те, кто вернулся с победой и дал жизнь новому поколению. Мы помним подвиг тружеников тыла, кто день и ночь ковал победу на своих рабочих местах. То военное поколение дало пример мужества и стойкости, любви к своей родине. За годы Великой Отечественной войны больше 320 тысяч южноуральцев вступили в ряды Красной Армии и воевали на фронте. Каждый второй из них, а всего около 160 тысяч человек погибли. В память о героях к вечному огню возложили венки и цветы. От имени депутатов Законодательного собрания Челябинской области поздравляю всех с этим великим праздником. Праздником победы. Праздником со слезами на глазах, потому что огромное количество людей погибло в годы Великой Отечественной войны. Но, к счастью, никогда и никому не удавалось сломить дух русского народа. Никому и никогда не удавалось это потому, что в нашей крови, в наших традициях те, которые заложены нашими предками, предками-победителями, людьми, которые создавали нашу Родину. После завершения официальной церемонии торжественным маршем прошли военные Челябинского гарнизона. Тогда возложить цветы к вечному огню смогли уже все желающие. С красными гвоздиками к мемориалу пришли сотни челябинцев. Среди них были ветераны и дети героев. В 45-м году у нас, мы были еще в деревне, учились в 6-м классе, и был приемник, и объявили конец войны. И мы все обрадовались, конечно, очень обрадовались. В школе был митинг, все пели песни, радовались. У кого отцы были живы, у кого погибли, плакали. Вот так. Очень много погибло мужчин, очень много отцов погибло. Но у него отец погиб, мой отец вернулся. Но он вернулся уже в 46-м году, еще год служил. После церемонии у вечного огня главной площадкой празднования Дня Победы стала площадь революции. Почетных гостей парада посадили в первых рядах зрительских трибун. Ну, какие времена? Работали. В 14 лет я на завод пошел, перестал учиться в школе, на заводе. Учился на следствии инструментальщика. И до 46-го года работал там. Ну, не закончил. Я потом, после войны уже закончил школу, вечерний институт. Стал инженером. Мне было три года. Когда началась война, мне было три года. Когда кончилась война, был такой праздник, такая, это самое, неописуемая радость всех. Буквально все были готовы, не знаю, что сделать, чтобы все-таки эта война кончилась. Среди почетных гостей – Василий Масьянов. Он начал войну в Белоруссии, прошел всю Европу, а закончил на Дальнем Востоке. В этом году ветерану исполнилось 98 лет. В 18 лет воевал в Белоруссии, потом в Восточной Пруссии. После взятия Кенигсберга отправлены на Дальний Восток воевать с японцами. С японцами воевал до окончания войны. Ранение в голову чуть-чуть, кожу только содрало. На нее разъединило. Скобки ставили. День Победы, как же, я воевал, черт, минометчик. С миномета стреляли, знаете, 82-х миллиметров миномет. Кадеты поздравили всех ветеранов и дружников тыла. Дети в форме, вручили им цветы. Здравствуйте, товарищи Григорьевы. Поздравляю вас с 7-й 8-й годовщиной. День Победы. На площади революции состоялось построение войск Челябинского гарнизона. Посмотреть торжественное мероприятие собрались тысячи челябинцев. Здравствуйте, товарищи гвардейцы. Здравствуйте, товарищи Григорьевы. Поздравляю вас с 78-й годовщиной Великой Победы. В марше по площади революции прошли почти две тысячи человек. Среди них военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, ветераны боевых действий, курсанты, кадеты, юнормейцы. В парадном строю проходят колонны челябинского филиала военного, учебно-научного центра военно-воздушных сил России, военно-воздушная академия. Ветераны и горожане увидели также и колонну техники. По главной площади прошли больше 50 исторических и современных военных машин, в том числе легендарные танки времен Великой Отечественной Т-34 ИС-3, самоходная установка САУ-152. В годы войны Челябинская область была по-настоящему опорным краем державы. На Южный Урал было перевезено больше 300 промышленных предприятий. В регионе построили 35 новых заводов. В результате Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых «катюш», снарядов. Чтобы увековечить подвиг тружеников тыла в Великой Отечественной, указом президента Челябинску, Магнитогорску и Златоуста было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». День победы, день победы, день победы! Советскому народу-победителю слава! 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 Ура! После завершения торжественного построения 30 исторических машин переехали на Театральную площадь. Для горожан здесь организовали выставку техники времен Великой Отечественной и послевоенного периода. Экспозиция работала на протяжении всего дня. Причем челябинцы смогли не только посмотреть на легендарные машины, но и сесть за руль и сделать селфи. На данной выставке у меня предоставлено несколько моделей. Первая – это ГАЗ-67Б, на которой я сам ездил уже много лет. 15 лет, мы уже на протяжении 15 лет ездим на парады «Победы». Далее также представлена «Катюша», БМ-13 моего производства. Также ГАЗ-64Б, бронеавтомобиль. Также полуторка «ГАЗ-М», которая с парки, с пулеметной. И здесь 21В, на которой представлен прожектор, который следил за самолетами противника. Для всех гостей реконструкторы проводили своеобразные лекции. Причем любители истории рассказывали не только о технике, но и о реальных героях Великой Отечественной и даже о деталях отдельных битв. Возможности рассказать людям о героях Великой Отечественной войны, о людях, которые ковали эту самую победу. Рассказать несколько немножко смешных, где-то грустных, тяжелых военных баек. Потому что историй за 1418 дней накопилось невероятное количество. И мы, как реконструкторы, собственно, и занимаемся тем, что мы эти истории находим и очень тщательно сберегаем. Это наша, наверное, миссия, что ли, в этом мире. И мы пытаемся сохранить все таким, каким оно было. И передать это последующим поколениям. Для маленьких зрителей реконструкторы организовали и танцпол. Никакой аппаратуры, кстати, не понадобилось. Музыкальное сопровождение создавали гармонисты. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, Я буду петь голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таком закон санкцера Круговорот летей Ой, мама Вечером тысячи челябинцев Собрались на площади у торгового центра Здесь стартовал праздничный концерт, посвященный Дню Победы Первыми на сцену вышли южноуральские коллективы Зрители с нетерпением ждали главных гостей вечера На плану! Второй планус! Гаю! 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 Аплодисменты челябинцев сорвал Сергей Безруков Он прочитал со сцены стихотворения Роберта Рождественского Исполнил песни Высоцкого и группы Любе Горожане активно подпевали актеру Почему так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают У дорог прислонившись по ветру стоят И листву так печально кидают Я пойду по дороге, простору я рад Может это лишь все, что я в жизни узнаю Отчего так печальные листья летят Под рубахою душу лаская В финале вечера выступила Полина Гагарина Она исполнила главные свои хиты и поздравила челябинцев Мы помним, мы гордимся, мы чтим, мы переносим из поколения в поколение А самое главное, мы благодарим Благодарим за наш каждый день И благодарим за возможность будущего Удивил тебя, увидел 100 канцелей Залюбила тебя и все же покой, что ты красивый Удивил тебя и все же покой, что ты красивый Кульминацией праздничного дня стал салют Непрерывный и панорамный Полюбоваться разноцветными кометами, пионами и гвоздиками Челябинцы могли на протяжении 10 минут В этот момент, кстати, Полина Гагарина продолжала петь День победы можно по праву назвать Народным праздником В Челябинске на протяжении дня Торжественные мероприятия посетили больше 100 тысяч человек